Добрый вечер! 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 перед собой ставить, скажем так. Если мы, опять же, возьмем современных, так сказать, лидеров гитарного цеха, таких как Джо Сатриани и... — Стивай. — Стивай, да. И тот же Бэк, он выпускает до сих пор, я считаю, современные альбомы, и он такой профессор гитары. Я знаю, что на его, кстати, выступления ходят с уважением те же и Сатриани, и Стивай, и до сих пор его приглашают в свои концерты, шоу вот эти 3G гитарные, в которых уже с ними переиграло множество гитаристов, начиная с Петруччо, Маумсина и прочее. Но пока вот с Джо Бэком ничего не получается почему-то. Ну, а кто-то, да, кто играет, скажем, тяжелую музыку, они считают, что это ни к чему. Ну, это какие цели, у кого какие вкусы. Когда и под воздействием кого ты решил, что гитара твой инструмент? Ни бас-гитара, ни барабаны, и ни вокалисты, а вот ты гитарист. Ну, знаешь, Битлз. Потому что у меня все шло постепенно, понарастающе. То есть вот вся история рок-музыки, я как раз ее пережил, скажем, на себе. И, конечно, первые это были Битлз, и мы еще в школьном ансамбле какие-то играли, и в песне. И, конечно, становление на Битлз, а потом уже дальше, когда уже появились, там, скажем, Джимми Хендрикс, когда уже появился Лед Зепплин, естественно, Дипепл, так сказать, Вен Хеллен и далее, и далее. Группы, где играли, в общем-то, все великие гитаристы. В 1967 году трио Джимми Хендрикс Экспириенс приглашают в Америку для выступления на ПОФ-фестивале в Монтерее. Во время исполнения последней своей песни «Wire Thing» Джимми сжигает на сцене Fender Stratocaster. Телеканалы транслируют это по всему миру. На утро Джимми Хендрикс проснулся суперзвездой. Что отличает, на твой взгляд, Джимми Хендрикса от других гитаристов? Потому что рядом в одно и то же время с ним работал и Джефф Бэк, и Эрик Клэптон, ну и потом появлялись другие гитаристы, тот же Джимми Пейдж. Ну, вот, скажем так, вот этот разговор на гитаре, который он вел, это все прилагалось к... Наверное, вот это. Это очень запоминалось. Я не могу сказать, что я был большой любитель Джимми Хендрикса. Мне, наверное, больше нравился Клэптон в Крим, да? Тогда мы тоже играли много их музыки, то есть снимали все это, играли все это. Джефф Бэка я еще в те времена, скажем так, и не знал. Джофф Бэк как-то проявился для меня, и я его узнал позже. Хотя вот до сих пор считаю его великим, и все диски его слушаю с удовольствием. Стив Вай, Джо Сатриани, Ингви Малинстин. Вот эти современные гитаристы, гитаристы, которые начали работать с 80-х, это у них так же разговаривает гитара? Или это вопрос голой техники? Вот это. И так далее. И понеслась, и понеслась. Нет, ну так же, конечно. Конечно, конечно. Ну, они же тоже все с уважением относятся к Джимми Хендриксу. То есть, скажем, во многих концертах я смотрел различные там гитарные шоу, где многих гитаристов, да, или, скажем, вот 3G, которые стиваются, Триани проводят. Они в конце обязательно играют, кто-то играет весь Джимми Хендрикса, они импровизируют. То есть, это дань уважения человеку, который первый поставил гитару на должный уровень. Исполнение на акустической гитаре и исполнение на электрической гитаре насколько разные вещи? Например, может ли Пака де Люси играть как Стив Вай, а Стив Вай как Пака де Люси? Нет, конечно. Это совершенно... Ну, скажем так, на сегодняшний день по мне, так это два разных инструмента. Совершенно другая техника игры, звукоизвлечения и прочего. И поэтому часто, ну, гитаристы играют, скажем, хорошо, да, на акустике, ему очень сложно перейти и вот играть на электрической гитаре. Это, ну, вот, скажем так, они рядом стоящие, да, вроде 6 струн и все. Все такое. Но, тем не менее, это разные инструменты. Разная техника. Существует ли какой-то универсальный гитарист? Знаешь ли ты его? Который может одинаково хорошо играть как на акустике, так и на электрической гитаре? Ну, скажем, из мировых, это Олди Милола, конечно. Он, скажем, вот такой гитарист. Одинаково хорошо. Хотя, опять же, он совершенно другое, у него звукоизвлечение на электрической гитаре, да, в какой-то он технике играет, скажем так, более акустической. Но, тем не менее, он достаточно универсальный человек, и я еще помню его ранние записи, когда он играл в Чикоре, там, со многими известными сейчас там джаз-роковыми людьми. Вот он, пожалуй, такой, из универсальных людей. Джимми Хендрикса со всеми его психопиротехническими эффектами воспринимали всерьез далеко не все и не сразу. Особенно не принимало его поначалу черное население Амели. Они возмущались и называли его извратителем их музыки. Хендрикс долго оставался предметом обожания в основном для психоделически настроенных дел. Огромные аудитории, постоянно ищущие неизведанные звуковые ощущения. Насколько востребована у нас в стране гитарная музыка? Нет, конечно, не востребована. Скажем так, ну, я выпустил вот четыре альбома и даже вышел еще такой сборник из трех. Я не могу сказать, что мне часто предлагают какие-то выступления. Это в лучшем случае раз в полгода какие-то такие дела. С чем это связано? Никто не хочет заниматься, все хотят, наши продюсеры, хотя вот они утверждают, что это никому не надо, да, хотя смотря какие очереди, как Мазолею Ленина стоят на автограф-сессии в Мусторг к Стиваю или к тому же Сатриане, никак не нужна. Эта музыка, значит, нужна. Хотя бы в больших городах и точно слушают и знают. Ну, просто наши продюсеры и прочие люди, которые занимаются шоу-бизором, они считают, что ну зачем этим заниматься, проще найти какую-то девочку, вбить денег, крутануть, потом заработать на этом, ей платить там какие-то копейки и все. А зачем заниматься той музыкой? Ну, не надо, говорят они. На самом деле это не, в общем, свободно у нас до сих пор. Ну, хотя вот Зинчук как-то пробует и вроде там концертирует. Я помню концерт «Землян» года, наверное, 83-84-го, это СКК, это «Аншлаг», причем у вас там было, по-моему, концертов 5 или 7, вы как на работу ходили в СКК. 13. 13, причем по 2 концерта в день, по-моему. Вот, я был, наверное, я тогда еще был совсем юный, и я ходил на дневной концерт, и я ходил с приятелем, и это был первый концерт, где ты вместе с гитарой выскочил в зал. И у тебя от гитары вот шел короткий шнур, и я говорю, как же, это же фонограмма, ведь они же под фонограмму играют. Ну, мало кто слышал про радио, да, тогда. Вообще, тогда это было, то есть какой-то хвост торчит, человек бегает, играет по залу, и мне говорят, что это не фонограмма, это сложно было поверить. С какого момента вот эти все технические возможности стали влиять на исполнительское мастерство гитаристов? Для тебя понятно, что вот первый «Хендрикс» «Вау-вау». Появились более современные, интересные обработки, ну, это постоянно меняется, хотя, скажем, до сих пор никто не отказывается от лампового звука. То есть тогда были лампы, и сейчас все какие-то преампы, там, комбики гитарные считаются, и самые дорогие, это ламповые. В общем, история продолжается, и все считают, что вот этот ламповый звук, который был придуман еще в те годы, он и должен оставаться. Он более теплый, и гитара звучит по-другому и прочее. Сейчас ты играешь в группе «Алиса». Насколько тебе удается в песне Кости Кинчева вставлять все-таки, убеждать его в том, что вот здесь необходимо соло? Ну, не всегда это удается. Удается это не всегда, но хотя Костя мне так дает иногда очень длинные соло, скажем, в некоторых вещах они есть и длинные. Я наоборот убеждаю, что может быть не надо для нашей стилистики это. И вот сейчас мы готовим новый альбом, там будут какие-то соло, и будут там где-то даже и длинные соло. В общем, есть где поиграть, скажем так, если мы вспомним, да, предыдущие там, там были такие вещи, как «Ирусалим», где, в общем-то, там достаточно длинные были соло. Это уже, как бы мы приходим совместно к этому соглашению, нужно соло или нет. За полмесяца до смерти в интервью Джимми Хендрикс заметил, что вряд ли он доживет до 28 лет. В тот момент, когда я почувствую, что не могу предложить ничего нового в музыке, я перестану существовать на этой планете. Я никогда не испытывал желания попасть на Луну. Меня всегда больше привлекали Сатурн или Венера. Они путешествуют в другом, недоступном нам измерении и глядят на нас, как на муравьев. В чем величие Джимми Хендрикса? После него огромное количество очень хороших гитаристов. Как гитаристов-технарей, мы их сегодня упоминали и Джоссе Триани, и Стив Вай, как гитаристов, играющих прекрасно в рамках группы, тот же Марк Ноффлер из «Dire Straits», так и блюзовых, джазовых, каких угодно. В чем величие именно Джимми Хендрикса, на твой взгляд? В чем его знаковость? Ну, наверное, в том же, в чем величие Битлз. Они дали некие направления, скажем, разными альбомами для разной музыки. Каждый альбом был решен в разной тяжести, и многие взяли от этого и пошли просто вот в этом узком. А Джимми Хендрикс, конечно, дал толчок развитию гитарной музыки. Он, пожалуй, был первым, кто толкнул людей к тому, чтобы играть и длинные соло, и учиться разговору на гитаре, скажем так, и мастерству. Он сделал все, что мог в музыке? Открыл все, что мог? Или он бы открывал и дальше? Новые, новые какие-то возможности, техники игры на гитаре? Ну, мы не знаем, он в 27 лет ушел и ушел от наркотиков. Чтобы было с ним сложно сказать. Может быть, открывал, а может быть, он ушел в некий наркотический сон. Поэтому тут Господь Бог дал вот ровно столько, чтобы он ушел, скажем, на пике. Это, наверное, хорошо, уйти на пике, а не уйти в забвение. Огромное спасибо, Игорь. Игорь Романов, один из лучших гитаристов нашей страны, говорю это совершенно искренне. Сегодня гитарист группы Алиса, а мы смотрим фильм Джим Хендрикс «Незаконченная история». Игорь Романов,